Франческо Ричино определенно является тем, кто заслуживает нашего уважения, потому что не так часто вы можете увидеть, как игрок с ростом 186 см играет на высочайшем уровне на позиции нападающего. Но Франческо это удается. И раз уж вы давно меня об этом просили, то сегодня мы проанализируем технику и игровые тенденции чемпиона Европы и чемпиона мира, молодого итальянского доигровщика Франческо Ричино. Так что, как обычно, не будем больше тянуть. Поехали! По традиции мы начнем с приема подачи соперника. Как мне кажется, то у Франческо нет какого-то конкретного ритуала перед приемом. Он постоянно меняет свое положение и движение, так что тут ничего конкретного об этом аспекте я отмерить не могу. Но что я для себя выделил, что каждый раз Ричино пытается сохранить максимальный зрительный контакт с подающим, чтобы точно понимать, что он в следующую секунду попробует предпринять. Доигровщик заряжен и максимально сфокусирован на приеме. Также у Торианса есть еще одна особенность. Каждый раз, когда подающий выполняет подброс, Франческо смещается чуть левее. Подающие стараются подавать между принимающими и тем самым Ричино пытается перекрыть эти зоны. А учитывая то, что подающий после подброса уже не может контролировать перемещение принимающих, то это достаточно интересный и продуктивный маневр. Франческо один из немногих доигровщиков, кто старается все планирующие подачи принимать верхом, а не низом, как это практикует большая часть игроков данной позиции. Да, это частично упрощает задачу, но зато ограничивает время и пространство для разбега. Что важнее для вас, выбирайте сами. Если разбирать конкретно этот момент, то Ричино старается задать контрдвижение, чтобы погасить силу подачи. Делает он это за счет движения по направлению к мячу и приседания с последующим упрямлением ног в момент контакта с мячом. А сама механика приема низом достаточно стандартна. Все, что вам нужно знать, так это то, что итальянец по максимуму старается принимать мячи перед собой. Если это ему удается, то мяч с большой вероятностью будет направлен к связующему в руки. А вот если мяч идет в сторону от Франческо, то там уже начинаются проблемы. Про защиту тут нет смысла отдельно говорить. Доигровщик занимает стандартные позиции, которые свойственны для игрока и его амплуа. В задней линии это шестая зона. И в зависимости с какой стороны идет атака, так и выбирает свою позицию Франческо. Если соперник атакует из четвертой зоны, то Ричино смещается ближе к зоне под номером пять. А если атака из второй зоны, то он идет ближе к первой зоне. Но если атакует из центра, то он просто остается в шестой зоне. Защита на передней линии имеет два варианта. Это либо вот такой вариант обороны от прямого удара. Либо страховка скидок, которые падают за блок. Учитывая рост итальянца, большинство из вас хотелось бы узнать про его атакующий потенциал. Про который мы сейчас и поговорим. В ситуациях после приема и некоторых ситуациях после защиты, Эльчино разбегается прямо вдоль лицевой линии. Несмотря на небольшой по меркам профессионального волейбола рост, как мне кажется, доигровщик не использует суперразбег по максимуму. Обычно он ограничивается тремя шагами. То есть, как вы видите на ваших экранах. Франческо останавливается в ожидании передачи, а затем за счет трех мощных шагов совершает прыжок. Тем самым лишая себя дополнительной стартовой скорости. Хотя, в последнее время, в ситуациях после защиты, доигровщик стал отходить гораздо шире. Но правда, до количества шагов в разбеге это никак не повлияло. Теперь разберем механику нападающего удара и все, что ему предшествует. Как я говорил ранее, Франческо обычно использует три шага в разбеге. Если смотреть только на них, то тут все хорошо. Хороший и мощный подшаг, позволяющий генерировать хорошую высоту прыжка. К маху рук претензий также нет. Мощный амплитудный отвод рук назад, плюс молниеносный вымоток вперед. Подобное движение также дает отличный прирост прыжку. А вот дальше все не так уж и идеально. Не очень активно у речи на работает грудной отдел. Да и пресс также не сильно вовлечен в процесс нападения. Так что за счет короткого разбега, куцового разворота корпуса и слабой работы пресса, доигровщик очень много теряет в силе своего удара. По сути, вся работа падает на руку. Часто кажется, будто ему всегда неудобно нападать. Как бы он не пришел к мячу, редко можно увидеть, как он хорошо прикладывается к игровому снаряду. Как это можно увидеть у большинства профессиональных игроков. Причем, это можно сказать даже про разминку. Особенно это бросается в глаза в ситуациях после приема подачи, где итальянец разбегается вдоль боковой линии. Кажется, что из этого положения будет удобно ударить по линии, но сильным акцентированным ударом у доигровщика почти никогда в этом направлении не получается. В таком положении самым удобным вариантом остается атака в шестую зону. Реализовать ее получается только в том случае, если связующий даст быструю передачу, а центральный не успеет на блок. Франческо может атаковать из 4 по 4, но делает он это либо на юночной блоке, и то с трудом, либо же при узкой передаче, когда блок остается немного в стороне. Я понимаю, что вы долго ждали этот разбор, чтобы что-то почерпнуть для себя в плане техники и наконец-то начать оказывать достойное сопротивление высоким игрокам, но я вынужден вас расстроить. Франческо в этом плане далек от идеала, и как показывает этот сезон, на клубном уровне ему практически нереально противостоять элитным блокирующим, так что лучше, чем копировать технику мгапета, вариантов вы не найдете. Если вы низкорослый игрок, а против вас играют высокие блокирующие, то лучшее, что вы сможете сделать, так это использовать их руки. Руки большие, попасть в них несложно. Лично я целиком и полностью полагаюсь на эту философию. К обманным ударам итальянский доигровщик прибегает нечасто, в основном он их использует только тогда, когда неудобно бить. Учитывая, что блок часто превосходит врача с КП высоте, то ему достаточно сложно выполнить качественную скидку, с которой не справилась без защиты, потому что траектория у таких ударов будет достаточно высокая. Если говорить про подачу, то в плане механики подача практически ничем не отличается от нападающего удара, разве что пресс у игрока работает более активно. Так что просто стоит отметить основные тенденции и речины во время выполнения подачи. Подает он практически от середины площадки, смещая их чуть ближе к первой зоне. И силовой укороченный вариант в большинстве случаев направляется в шестую зону, лишь иногда отправляясь в зону под номером один. Более аваративно уже выглядит планирующая подача. Можно было бы назвать гибридной, но обычно в гибридном варианте подброс один и тот же, а у речины есть сильная разница в подбросе. При силовом варианте он подбрасывает и раскручивает мяч гораздо сильнее, чем при планере. Хотя быть может на игре это не сильно бросается в глаза. Я вам показываю 4 подброса Франческо, а вы пытаетесь угадать, какая дальше будет подача. Силовая или планера? В комментариях обязательно пишите свои результаты. Субтитры сделал DimaTorzok Техника блокирования у речины на высшем уровне. Тут он по полной использует свои физические возможности, быстро и мощно работая ногами, а также активно помогая себе за счет рук. Когда центральный находится далеко, а также когда Франческо помогает на блоке сам, то тут он все делает как по учебнику. При этом доигровщик старается сильно не приносить руки на сторону соперника, чтобы сохранить максимальную высоту блока. Если итальянец понимает, что центральный рядом, то он прыгает с места, чтобы не мешать своему партнеру. Но и тут высота блока у игрока очень приличная. Несмотря на выдающийся прыжок, нельзя сказать, что речины используют весь свой технический потенциал по максимуму. Наверное, поэтому он сейчас и находится в роли третьего или даже четвертого доигровщика в печенце, да и в сборной Италии. Да, полноценной звездой его вряд ли можно назвать, но при таком росте он имеет возможность играть против звезд в одной из лучших лиг мира. А это достойно огромного уважения. Если это видео вам понравилось, то обязательно нажмите кнопку лайка и подпишитесь на канал. А также не забудьте написать, кого бы вы хотели увидеть следующим героем этой рубрики. Самый популярный игрок обязательно будет проанализирован. Ну а с вами, как обычно, был Николай Иванов. Любите то, что вы делаете и все у вас обязательно получится. Скоро увидимся. Пока.